добрый день дорогие друзья я включил камеру на запись нашего вебинара и для тех кто смотрит на записи хотел бы попросить поставить лайк нашей записи вебинара чем больше вы поставите лайков или дизлайков это все равно и мы будем знать что что-то вам не понравилось тем больше человек смогут увидеть запись запись этого вебинара поэтому сделайте это пожалуйста а ну что ж а теперь я передаю слово нашей ведущей ольга прошу на связь ольга они владиславовне отвечу чуть позже в чате ольга раз два три раз два три вы нас слышите проверим как меня слышно если слышно хорошо прошу поставить прошу поставить плюсики так слышно хорошо замечательно ну начнем мы наш сегодняшний вебинар плюсиков достаточно спасибо содержательные вопросы сегодняшнего нашего вебинара это арт-терапия сущность понятия цель задачи принципы и условия арт-терапевтического процесса основные формы арт-терапии в психолого-педагогической практике и этапы работы со страхом ребенка в арт-терапии а ну могу сказать честно лично я люблю очень использовать арт-терапию в рее работе со страхами немножечко позже я объясню почему и при каких условиях это можно использовать но давайте перейдем к первому вопросу это арт-терапия сущность понятия и цель арт-терапии но если говорить об арт-терапии в переводе с английского арт-терапия это у нас лечение изобразительным искусством а искусство можно рассматривать как одно из средств самовыражения личности и искусство развивает и воспитывает человека позволяет ему разобраться в жизни и лучше понять самого себя а если говорим об говорить об истории арт-терапии как самостоятельная область теоретические знания и практической работы арт-терапия стала формироваться на стыке науки и искусства это у нас начало двадцатого века в настоящее время термин арт-терапия применяется в научной литературе в двух смыслах первое это метод коррекционного воздействия использую основанный на использовании различных форм и и творческой деятельности как специфического вида деятельности человека и второе это метод коррекционного воздействия то есть лечение да а арт-терапия у нас может быть вспомогательной формой или же формой лечения с точки с точки зрения западной психологии арт-терапия это метод лечения воздействия на человека основаны не только на привлечении человека к занятиям изобразительной творчеством но и на восприятие им готовой изобразительной продукции да то есть посещение а выставок посещение экспозиции в западной психологии тоже принято считать арт-терапевтических процессов в этот момент выделяется активная позиция нашего наблюдателя и пассивная если говорить об активной арт-терапии это предполагает побуждение клиентов к самостоятельной творческой деятельности а это когда наш клиент начинает самостоятельно из изображения той или иной деятельности своей и пассивная арт-терапия как я уже говорила это когда у нас происходит наблюдение да когда человек или клиент а наблюдая и совершает уже готовые труды уже готовые картины а современная арт-терапия включает себя не только живопись рисунок это методы которые остаются доминирующими но наряду с ними участниками арт-терапевтического процесса предлагаются самые разные методы при этом используются как я уже сказала рисунок графика скульптура но добавляются такие моменты как чеканка фотография лепка резьба выжигание мозаика флеска резьба по дереву если это более старшее поколение да его очень любят изготовление изделий из меха кожи это тоже является методами арт-терапии в качестве материала могут быть и природные материалы это допустим глина мел песок листья и так далее так и искусственные да это у нас картон бумага пластилин и так далее по современную арт-терапии включены такие формы творческой деятельности как видео арт да и какие-то инсталляции компьютерное творчество сейчас компьютер мы знаем да очень плотно входит в нашу жизнь и за счет этого мы начинаем использовать его и в психотерапевтических целях потому что ну наверное уже нет того человека кто сейчас не пользуется компьютером современное состояние арт-терапии и ее многолетняя история указывает на то что в ней существует различные школы и различные направления которые зачастую по разному понимают арт-терапию и с разных сторон объясняют ее лечебные эффекты арт-терапевтический подход используется в настоящее время не только психологами да она еще арт-терапия используется врачами педагогами социальными педагогами художниками и задачи у каждого свои еще арт-терапия это термин так извините это термин можно применять для развития личности и психических функций да в педагогическом направлении арт-терапия позволяет рассматривать не только художественное восприятие в рамках специального или дополнительного образования но и развитие обучения и формирование основ художественной культуры ребенка а и овладение имя практическими навыками и умениями что касается арт-терапии очень часто при приглашении клиента на арт-терапию мы слышим что я не умею рисовать рисование это не мое и так далее да что я совсем не художник это все неуверенность себе и методы арт-терапии мы можем применять с любым взрослым человеком даже если он уверен что он не умеет рисовать арт-терапия выполняет множество разнообразных функций эти функции важны для каждого участника арт-терапевтического процесса как для клиента так и для самого арт-терапевта а ну давайте рассмотрим какие же функции у нас выполняет арт-терапия извините пропустила цель главная цель арт-терапии состоит в гармонизации психического состояния через развитие способность самовыражения и самопознания ценность применения искусства в терапевтических целях состоит в том что с его помощью можно на символическом уровне выразить и исследовать самые разные чувства да обычно в момент проведения арт-терапевтических техник у нас выходит наше бессознательное да и то что не осознает человек оно выходит у нас уже на поверхность если говорить о функциях арт-терапии первая функция это способствует самовыражению человека в невербальной форме позволяет ему работать со своими мыслями и чувствами которые кажутся непреодолимыми представляет также арт-терапия возможность для выражения агрессивных чувств социально приемлемой форме являясь безопасным методом разрядки напряжения сегодня мы с вами поговорим о страхах но также арт-терапию очень хорошо использовать с агрессивными чувствами особенно если это подростки если подростка вы сумеете заинтересовать а и дать ему возможность выражение агрессивных чувств именно при помощи арт-терапии то это будет очень хорошо и очень замечательно следующая арт-терапия способствует упорядочиванию внутреннего хаоса возникновение чувства внутреннего контроля и порядка да пока наш клиент а рисует ту или иную картину да за этот момент он упорядочивает как бы свою жизнь и у него начинает развиваться чувство внутреннего контроля а также выполняет функцию отвлечения и занятости да наверное очень часто мы с вами слышим что если напряжен а то начиная рисовать да тогда человек погружается в рисунок а и таким образом он как бы отвлекается от момента каких-то жизненных нагрузок а также позволяет выработать психологический ресурс и разрешить актуальные психологические проблемы как я уже сказала да а терапия может быть у нас прекрасным таким ресурсом прекрасной возможностью отключения от обычных каких-то бытовых проблем а или же от занятости а также развивает и усиливает внимание к собственным чувствам потому что момент рисования человек как бы отключается от окружающей среды и а и таким способом уже начинает более качественно и лучше чувствовать себя способствует следующий формирование следующих качеств это уверенность в себе самодостаточность умение различать проблемные ситуации понимать чувства других людей проявлять гибкость в поиске решений и выдвижение идей способность к обобщению и синтезу а если говорить об этапах аж арт-терапевтического процесса можно выделить как бы следующие этапы это подготовительный этап это на нем происходит первая встреча с клиентом создание безопасного пространства для будущей работы объяснению клиента особенности арт-терапии и ее возможности до не так что клиент к нам пришел ничего не понимая а и мы начинаем с ним арт-терапевтический процесс а это все будет вызывать определенные негативные эмоции у нашего клиента и арт-терапия как таковая не получится а следующий второй этап это этап формирование психотерапевтических отношений и начало изобразительной деятельности а здесь происходит о выдвижение диагностической гипотезы это возможно самим а терапевтом или же с клиентом а и в третий этап это этап укрепления и развития психотерапевтических отношений и наиболее продуктивной изобразительной деятельности на нем осуществляется переход от хаотичной изобразительной деятельности к созданию сложной продукции постепенное осознание ее психологического содержания понимание ее тесной связи с миром получение позитивного опыта творческой работы и апробация новых форм до третий этап это как бы этап уже ну такого можно сказать завершения и установки именно арт-терапии а также выделяют завершающий этап на котором происходит подведение общих итогов оценка достигнутых результатов и укрепление границ а также установление дистанции с прошлым опытом и перенесение полученных результатов на повседневную жизнь а что касаемо повседневной жизни очень важно чтобы очень важно чтобы сам клиент понимал что все то что происходит в момент арт-терапии он мог использовать во своей повседневной жизни есть прекрасная фраза одна из моих коллег что нет...season отдельно от тренинга нет тренинга отдельно от жизни да точно также и в артрапии что нет отдельно артрапии от жизни нет жизни отдельно от ортрапии да это можно перенести на многие техники психологические но что у нас здесь происходит здесь Здесь мы должны понимать, что все, что использовалось в арт-терапии, клиент должен использовать их в повседневной жизни, то есть уметь переносить те или иные моменты в повседневную жизнь. Если мы говорим о показаниях для арт-терапии, это трудности эмоционального развития, стресс, депрессия, сниженное настроение, эмоциональная неустойчивость, импульсивность эмоциональных реакций. А арт-терапия у нас здесь направлена на проработку эмоций, переживания эмоционального отвержения другими людьми, чувства одиночества, либо же межличностные конфликты. Здесь может происходить, как я уже сказала, выход нашего бессознательного на более высокий уровень. Также неудовлетворенность семейными отношениями, ревность. И вот как раз наша тема – это повышенная тревожность, страхи, фобии, негативная я-концепция и низкая самооценка. Сегодня мы с вами поговорим о страхах и фобиях. Но, как я уже сказала, повторюсь, существует вид психотерапевтических техник, то, как может происходить... Наша арт-терапия – это вспомогательные или лечебные. Мы зачастую используем арт-терапию как бы такими кусочками небольшими. Это у нас вспомогательная техника, да, а лечебные я говорила немножечко ранее. Как я уже говорила, активные и пассивные техники. Активные – это когда у нас непосредственно сам клиент рисует. Пассивные техники – это у нас когда созерцает клиент уже непосредственно уже нарисованную картину. И также арт-терапия у нас может быть в групповом формате и в индивидуальном формате. Сейчас, минуточку, подвисла презентация. Если мы перейдем именно к арт-терапии, не в узком смысле, не только изотерапия, да, о которой чаще всего говорят, то видами арт-терапии является музыкотерапия, да, здесь у нас терапия музыкальными композициями, либо же игрой на музыкальных инструментах. Следующая, очень близкая к музыкотерапии – это танцевальная терапия. Здесь у нас уже используются движения и сама музыка. Следующая – это танцевальная терапия. Что у нас происходит здесь? Ой, извините, песочная терапия. Здесь у нас работа с песком. По-моему, был вебинар касаемо песочной терапии. Тоже, посмотрите, очень интересная техника. Это рисование, одна из техник – это рисование на световых планшетах, либо же лепка из кинетического песка увлекает не только детей, но и взрослых. Еще одно, один из видов арт-терапии – это глинотерапия, да, недаром мы знаем, что, можно сказать, наши предки лепили еще задолго до появления самой арт-терапии, да, и эта арт-терапия расслабляла их и помогала им расслабиться и отвлечься. Следующий вид – это библиотерапия, в том числе и скаткотерапия. Это у нас несколько видов, опять же, литературное сочинение и творческое прочтение литературных произведений. Используется очень удобно не только с детьми, но и со взрослыми. Следующая – это у нас тоже близкая к библиотерапии, терапия куклами, то есть куклотерапия. Что можно сказать о куклотерапии? Вроде бы нам кажется, что это просто игра с куклами, но нет, здесь у нас идет тоже терапия. И последнее, то, что появилось совершенно недавно, это мульттерапия. Для маленьких детей – это просмотр наших мультфильмов, для более взрослого поколения – это рисование наших мультиков, да, создание мультфильмов. Если говорить о детях школьного возраста, то мы можем проводить арт-терапию уже в группах. И если поговорим об арт-терапии в узком смысле слова, как я уже говорила, мы будем рассматривать сегодня с точки зрения изотерапии. Давайте посмотрим с вами, если говорить об изотерапии, что у нас происходит здесь. Что же такое изотерапия? Терапия изобразительным творчеством, в первую очередь рисованием. В основе изобразительной арт-терапии лежит особая сигнальная цветовая схема, согласно которой посредством цвета участник технологии сигнализирует о своем эмоциональном состоянии. Изобразительная арт-терапия, с одной стороны, метод художественной рефлексии, с другой стороны, технология, позволяющая раскрыть художественные способности человека в любом возрасте. И чем раньше это будет происходить, тем лучше. Как я уже говорила, что мы работаем методами арт-терапии не только с детьми, но и со взрослыми. И если у нас взрослый, который приходит на арт-терапию, начинает говорить о том, что я не умею рисовать, я не могу рисовать, это все неуверенность, потому что есть то же самое правополушарное рисование. Если интересно, тоже посмотрите, оно есть, техники различные и в интернете. И если будет интересно, вы можете написать, что интересна эта тема, можно провести тоже вебинар по правополушарному рисованию. Там даже есть возможность немножечко порисовать на самом вебинаре. Очень интересно. И с другой стороны, арт-терапия – это технология, позволяющая раскрыть художественные способности, как я уже сказала. С третьей стороны – это арт-педагогический метод, с помощью которого можно корректировать ощущения, которые испытывает каждый от работы. Что мешало, допустим, нашему клиенту рисовать, что помогало. Также, какая из работ особенно нравится ему, почему и как изменилось внутреннее состояние после рисования. Это все анализируется арт-терапевтом. Процесс создания должен анализироваться по следующим параметрам. Скорость заполнения листа. С какой скоростью у нас заполняется наш лист. Как быстро. Характер линий и форм. Мы помним, что если у нас на листе излишняя штриховка, излишний нажим, то мы можем говорить о повышенной тревожности нашего человека. Но, опять же, нужно смотреть, если эта штриховка уместна, и человек это сделал не потому, что у него повышенная тревожность, а просто это уместно там, и это должно быть так, то, естественно, мы не говорим о повышенной тревожности. Следующее. Преобладание цветовых тонов. Какие цвета у нас преобладают на нашем... Так, извините, отвлеклась на комментарий. Касается цветовых тонов. Какие цвета у нас преобладают на нашем рисунке. Мы знаем, что если это темные цвета, то здесь у нас идут негативные отголоски, возможно, внутренние проблемы человека. Если мы говорим о ярких цветах, которые выражают творческое начало, это позитивное эмоциональное состояние. Преобладание постельных тонов свидетельствует о чувствительности человека. Мы знаем, что использование розового цвета – это у нас инфантильность, которая может проявляться в различных сферах жизни. Также цвета их расположения. Игра красок – это особый индивидуальный язык. Здесь в момент проведения арт-терапии нужно объяснить клиенту, что нет никаких установленных правил. Это, скорее всего, рисунок души, который отражает его состояние. Но, опять же, мы обращаем внимание, что чем светлее и чем ярче наш рисунок, тем позитивнее и тем активнее наш ребенок. Если говорить о страхах – это эмоция, которая возникает у человека в ответ на реальную или же мнимую опасность. Здесь мы должны обращать внимание на то, что не все страхи – это у нас реальные опасности. Может у нас человек додумать себе, придумать какой-то страх, но нам все равно придется с ним работать и как-то избавляться от него. Ну, давайте перейдем непосредственно к самому страху. Сейчас, минутку. Переключу. Сейчас, минуту. Извините. Если говорить о страхе, то в основе нашего страха, как базовой человеческой эмоции, лежит инстинкт самосохранения. Биологически осмысленный или же адекватный страх у нас выполняет защитную функцию. Мы знаем, что раньше при появлении такой эмоции, как страх, у человека было два выбора – либо прятаться, либо бежать. И именно страх помогал выжить человеку в опасные моменты. Сейчас, прошу прощения, подвисает немножечко интернет. Страх. Хорошо это или плохо? И как страх влияет на нашу жизнь? Давайте разберемся с ними. Когда ситуация уже произошла, и мы испытываем страх, это реальная опасность. Да, ситуация уже была, и мы уже ее прорабатываем. При мнимой опасности событие еще не произошло, может вообще не произойти, а человек уже проживает страх. Но можно только задумываться о том, насколько сложно живется этому человеку. Почему? Потому что он придумывает себе какую-то мнимую, мнимый страх, и начинает тратить на него свои внутренние энергии, свою внутреннюю энергию. Но можно сказать, что этот человек уже мазохист. Очень нравится, герой фильма есть после нашей эры, он дает свое определение страха. Страха в реальности нет. Страх живет в одном закоулке, в наших мыслях о будущем. Страх – плод нашего возражения. Он заставляет нас бояться того, чего нет, и, вероятно, не будет никогда. Это чистое безумие. Опасность – это реальный факт, а страх – это твой выбор, да, говорится нам там. В природе страх выполняет роль спасителя, как я уже сказала, да, при возникновении угрозы жизни животного раньше этого человека, у него есть два варианта, да, бежать или нападать. Очень известный психолог и врач Захаров писал, что страх основан на инстинкте самосохранения, имеет защитный характер и сопровождается физиологическими изменениями, что отражается на частоте пульса, дыхания, показателях артериального давления и выделении желудочного сока, да. Мы знаем, что при страхе у нас учащается пульс, да, и начинается изменение в желудке и изменение артериального давления. В основе страха, как и у базовой человеческой эмоции, лежит инстинкт самосохранения. Биологически осмысленный, как я уже сказала, адекватный страх выполняет защитную и адаптивную функцию. Однако следует отметить, что страхи могут не иметь данных позитивных функций, и тогда они становятся сигналами личностного неблагополучия. В качестве такого рода дисфункциональных страхов мы рассматриваем внушенные страхи, да, те страхи, которые, в свою очередь, могут привести к возникновению патологических страхов или же невротических расстройств. То есть возникновение внушенных страхов обусловлено личностной тревожностью, да. Если у нас у человека повышенный уровень личностной тревожности, то социальное влияние, те люди, которые влияют на него, могут создать ему определенные страхи. Современная практическая психология предлагает различные решения проблемы преодоления страхов. При этом психотерапия рассматривается как наиболее адекватное и приемлемое средство. Существуют различные виды терапии, которые используются в практической работе со страхами. Для такой работы более всего подходят методы игровой и методы арт-терапии. Опять же, оговорюсь, это можно проводить не только с детьми, но и со взрослыми. Практики, обеспечивающие освобождение от внушенных страхов. Арт-терапевтический метод экспрессивного рисования – это изображение ситуации противостояния и борьбы с объектом, который олицетворяет страх. В этой ситуации, которую у нас представляет ребенок, который он рисует, страх должен потерпеть поражение. Экспрессивный рисунок, поделка является безопасным способом выпустить пар и разрядить напряжение. С помощью зрительных образов клиенту легче выразить неосознаваемые внутренние конфликты и страхи, чем высказать их в словах. Я уже говорила, да, наше бессознательное выходит на оружие. Такая работа, особенно цена для тех, кто недостаточно хорошо владеет речью, с помощью рисунка, аппликации можно выяснить мысли и чувства, которые ребенок привык подавлять. Также активизировать фантазию и выразить возникающие при этом образы средствами художественной экспрессии позволяет также арт-терапевтические упражнения с песком, как я уже сказала ранее. Невербальные средства позволяют обходить как бы цензуру сознания, да, и человек может проявить наиболее полно свое бессознательное. Арт-терапевтические упражнения служат средством свободного самовыражения и самопознания. Они имеют инсайт-ориентированный характер, да, этот инсайт у нас может случиться как во время самого проведения арт-терапевтического процесса, так и намного позже, да. Иногда у нас пришел человек, позанимался арт-терапией и говорит, ну как бы никакого результата практически я не вижу, да, но инсайты могут случаться и уже в наиболее позднем этапе. В случае трудности общения, замкнутости, низкой заинтересованности в сверстниках или излишней стеснительности, арт-терапевтическое занятие позволяет объединить детей в группу, да, облегчить процесс коммуникации, опосредовать ее общим творческим процессом и ее продуктами. Так, ну давайте переходим. Так, ну кто-то считает, что долго, но извините, как бы такой план лекции. Следующий момент. Сейчас, минутку. Модель преодоления страха в ходе арт-терапевтических упражнений. Но давайте перейдем непосредственно к самой модели. В процессе рисования, по мнению Лебедевой, происходит оживление чувства страха, да. Наш страх начинает выходить на поверхность. Давайте рассмотрим саму модель, и я ее немножечко поясню. У многих клиентов на этапе индивидуальной работы в рисунке преобладает сильная штриковка, да, маленький размер изображения. Это может говорить о неблагоприятном физическом или психологическом состоянии ребенка. Если говорить об арт-терапии, то у нас здесь происходит взрослый, да, это он как бы наводит нашего ребенка на сам процесс. Он его устанавливает, да, и настраивает на процесс арт-терапии. Ребенок внутренне осмысляет, и начинается у нас преодоление страхов через внутреннее осмысление и через рефлексию. Арт-терапия очень действенна при проработке и разрешении травмирующих ситуаций. Также излечение психосоматических заболеваний путем активизации творческих процессов, да. Вроде бы казалось, что заболевания у ребенка есть, да, но при помощи арт-терапии мы тоже можем решить то или иное заболевание. Мы знаем, да, что очень часто у нас проявляется наша психосоматика у детей. Следующий момент, давайте разберем, это этапы работы со страхом арт-терапии. Первый этап арт-терапии носит у нас подготовительный характер и заключается в восстановлении контакта между клиентом и психологом или же между ребенком и психологом. Также, если это у нас групповое занятие, то между детьми в группе. Привыкание к новой обстановке, если арт-терапия проводится не на дому или в незнакомом помещении. Также мы должны обязательно ознакомить детей с правилами, детей или клиентов с правилами работы. Очень важно объяснить, что творческая деятельность не будет оцениваться по пятибалльной или любой иной шкале, что он не должен ориентироваться на чьи-либо ожидания. Здесь мы должны сказать о том, что мы должны получать просто удовольствие. Если говорить о втором этапе, то со второго этапа начинается само преодоление боязни у клиента. На этом этапе формулируется проблема и начинается эмоциональное раскрытие. Клиент называет свой страх и изображает его любым методом. Допустим, рисунок помещает в условное пространство сказки, лепет и так далее. Этот этап может продолжаться до тех пор, пока травмирующая ситуация не будет раскрыта полностью и все связанные с ней негативные эмоции не будут изжиты. Очень важна динамика творческого процесса, отражающая как особенности личностного развития, так и постепенное избавление от негативных эмоций. Страх отделяется от личности ребенка, и маленький художник уже манипулирует, ну если это мы работаем с ребенком, да, просто больше работаю с детьми, поэтому так на детей нацелено, может манипулировать, а не подчиняться ему. Очень действием является метод переработки пугающего образа в смешной образ, да, как бы высмеивание страха, или переработка враждебного образа в дружественный образ, да. Либо мы начинаем высмеивать наш страх, либо мы начинаем с ним дружить. Есть и более радикальные методы, чтобы распрощаться со своими тревогами, можно изображение рвать, мять, выкидывать, закапывать или же сжигать, но опять же лучше это выяснить у ребенка, какой из методов ему кажется наиболее эффективным в борьбе со своим страхом. А что у нас здесь происходит? У нас здесь ребенок как бы берет на себя ответственность того, что будет с его страхом, да. Он чувствует уже определенный уровень ответственности и начинает более плотно, более четко прорабатывать наш страх. Следующий момент, слайд не перевернула, извините. Третий этап нашей проработки – это преодоление страхов уже и неуверенности в себе. Ребенок перестает ассоциировать себя с жертвой и начинает ассоциировать себя с героем-победителем. Это касаемо того, как ребенок выбрал победить тот или иной способ побеждения страха. Характер рисунков и другой творческой деятельности резко меняется, чувство страха начинает уходить. Одновременно с формированием новых способов поведения наблюдается также повышение самооценки и это чувство можно закрепить, придумывая и иллюстрируя сказку о герое, подключить уже сюда сказкотерапию, допустим, которая побеждает все неприятности на своем пути. Здесь мы как бы подключаем сказкотерапию и дорабатываем уже наш страх. Что касаемо нашего четвертого этапа, о котором мы также сейчас поговорим. На четвертом этапе закрепляется сформированное мироощущение и способы преодоления страхов. Ребенок осознает свои возможности, знает, как справиться самостоятельно с проблемой в случае повторов и рецидивов. Разумеется, приведенная схема, которую я сейчас рассказала, носит общий характер и ее реализация в каждом конкретном случае будет иметь свою специфику, связанную в том числе и с формой творчества, которую мы можем предложить ребенку. Благодаря наличию множества видов, творческая арт-терапия позволяет проработать вариант для любого ребенка и для любого случая. Например, техника рисования пальчиками позволяет работать даже со совершенно маленькими детьми, либо же со слабовидящими детьми. Очень тоже интересная техника. Следующий момент, который бы хотелось обсудить, здесь у нас алгоритм работы со страхами. Как же мы можем работать с нашими страхами? Здесь, допустим, готовим материалы, если это арт-терапия. Готовим бумагу, краски, фломастеры и карандаши. Определяемся со страхом ребенка, выслушиваем его, садимся рядом и предлагаем ребенку нарисовать. Что касаемо взрослых. Работа взрослого здесь не подсказывать, а только поощрять. Допустим, такими словами, как «давай нарисуем», «давай вместе» лучше предлагать опять же ребенку сделать это вместе. Естественно, делать он будет это самостоятельно. Но при этом вы должны сказать ребенку, что «давай сделаем это вместе». А если ребенок не решается, да, можно спросить, какой цвет ты хочешь выбрать, какого размера возьмем лист. Опять же, на выбор у ребенка должно быть несколько листов. Не должно быть никакой критики, да, ну разве это страшно, разве это волк и так далее. Только поощрение, поддержка и принятие любого результата. Ну, необходимо отметить, что чем сильнее страх, тем больше манипуляций с рисунком производит ребенок. Некоторые ребята пытаются закрасить весь рисунок, да, помять, разорвать, выбросить еще до того, как это он нарисовал. Потом можно попросить ребенка описать, какой он это страх, где живет, как пугает, есть ли у него друзья, и чего может бояться сам страх, да. Можно и нужно расспросить все детально. Допустим, какой у него хвост такой или такой, какие когти-зубы, если они есть. Опять же, шерсть какая есть. Что касаемо второй части нашей работы, это мы должны преобразовать рисунок во что-то не страшное или смешное, да. Да, допустим, мы предлагаем ребенку вместе придумать, что можно добавить, что убрать, как сделать страх не страшно. Ребенку предлагается не ограничивать свою фантазию и посмотреть потом взрослому, как же изменится состояние ребенка. Можно спросить после того, как ребенок нарисовал, прошел ли у него страх, да, когда мы высмеяли наш страх или сделали его добрым, а мы уточняем, прошел ли страх. Чтобы преодолеть страх, как я уже сказала, да, рисунок можно как бы уничтожить любым удобным способом для ребенка. Еще есть такое упражнение, это уже практическое упражнение, которое хотелось бы вам дать. Это у нас защитный амулет, да, здесь у нас такая работа, как защитный амулет. Что же нам понадобится для этой работы? Ну, по времени это у нас займет около 40 минут. Целью этого защитного амулета, этой разработки является снижение психоэмоционального напряжения. А какие же материалы? Сейчас я их перечислю. Бумага А4, цветной картон, цветная бумага, пластилин, клей, ножницы, нитки, ленточки, пуговицы. Ну, какие-то украшения, это стразы, блестки. Также можем использовать крупу, макаронные изделия, бусинки и так далее. Предлагается из предложенных материалов сделать тебе личный амулет для защиты от страхов. А что касается этого амулета, когда у нас ребенок выполнил его, мы должны попросить ребенка представить свой амулет другим, уточнить, как действует амулет, какими свойствами он обладает, как он поможет справиться со страхом и почему были выбраны эти материалы. Но если ребенок сильно маленький, мы ему, естественно, помогаем в этом выступлении. Если это взрослый человек, то он уже может более точно объяснить и рассказать о своем амулете. Если же это у нас тренинговое упражнение, если это у нас упражнение со взрослыми или подростками, то в итоге мы можем задать по итогам следующие вопросы. Изменилось ли ваше отношение к страху после тренинга? Какое оно теперь, как мы относимся к этому страху? Что помогло преодолеть ваш страх? Это, кстати, если групповая работа, может быть даже страх второго клиента в группе, твоего коллеги. Какое влияние оказала группа на преодоление вашего страха? И какие выводы вы сделали для себя уже по окончанию этого тренинга? И следующий момент, следующее упражнение – это отпечатки страха. Описание самой методики тоже есть. Страх может быть полезен, и нередко он связан со сигналом реальной опасности. Заставляет нас искать в пути минимизации возможного ущерба. Страх, как правило, является следствием уже пережитой психической травмы. При работе со страхом необходимо помочь клиенту понять свой страх и связь с пережитой ситуацией. На данное упражнение у нас отводится 60 минут. И следующее действие – определение тех страхов, интенсивность которых является чрезмерной и неадекватной ситуацией, разграничение адекватной и неадекватной ситуации, определение того, что может устранить источники угрозы, и признание, что некоторые страхи являются естественными и обоснованными. Данное упражнение отпечатки страхов позволяет снять страх и влияние этого страха на жизнь. Необходимо создать серию красочных отпечатков, которые ассоциируются с чувством страха. Как я уже сказала, время у нас 60-90 минут, час-полтора. Какие же материалы мы можем использовать? Это бумага, желательно размером А3, разделенная на 6 частей равного размера. Акриловые или гуашевые краски, палитра, кисточки и вода. Какую же инструкцию при выполнении мы даем? Постарайтесь вспомнить некоторые страхи, которые возникают или ранее возникли у вас. Вспомните некоторые звуки, запахи, образы, места, предметы или ситуации, вызывающие у вас реакцию страхов. Обозначьте одну из ситуаций в вашей жизни, повторение которой вы стараетесь избежать, так как она вызывает у вас сильный страх. Перечислите неприятные ситуации, при которых страх либо вовсе не проявляется, либо проявляется слабо. После этого мы переходим к основной части. Мы предлагаем клиенту выбрать краски тех цветов, которые ассоциируются со страхом. Создать абстрактное изображение страха на одном из шести листочков бумаги. Оно должно передавать ваше восприятие страха. Затем, используя это изображение, пока краска еще сырая, вы должны создать с него отпечаток на другом листе бумаги. Создайте отпечаток этого изображения на другом листе бумаги, прикладывая его к изображению. Не переворачивая этот листок, придавите сверху, чтобы краска лучше отпечаталась. Затем переверните листок и посмотрите, что получилось. Мы потом предлагаем повторить то же самое, используя новый листок бумаги и помещая его поверх уже созданного отпечатка. Повторите то же самое один или несколько раз, пока не останутся чистые листочки бумаги, до тех пор, пока краска способна оставлять следы. Ну и следующее, это самоанализ. Здесь мы думаем над символикой использованных цветов и созданных изображений. Необходимо расположить отпечатки в том порядке, в котором они создавались. От самого яркого слева должен находиться самый яркий рисунок, а справа последний. Обратите внимание на то, как интенсивность цветов по мере перемещения от первого рисунка к последнему постепенно смежается. Потом мы предлагаем выбрать отпечаток, который в наибольшей степени соответствует выраженности страха на данный момент. Вспомните про случай, когда вы испытывали страх, выберите отпечаток, который по интенсивности цветов соответствует степени выраженности страха в том случае. Проанализировав этот случай и выраженность страха, необходимо определить, является ли ваш страх адекватным, чрезмерным или недостаточно выраженным. И мы предлагаем определить, чего боится клиенту больше всего, почему и что помогло уменьшить страх. Потом мы предлагаем клиенту посмотреть на последний рисунок из созданной серии отпечатков, представить, что удалось побороть свои страхи и уменьшить их до степени соответствующей интенсивности. И мы говорим о том, что помогло изменить жизнь к лучшему. Но данное упражнение может быть использовано для работы с другими чувствами, такими как гнев, допустим, депрессия и так далее. Но это в общем, что я хотела сегодня рассказать по страхам. Если есть какие-то вопросы, я могу на них ответить. Так, ссылочку вам вышлют. Так, а презентацию у нас... Давайте я уже буду просматривать вопросы тогда. Смотрите, презентацию можно скачать, она в общедоступных ресурсах. Так, минутку. Ну, ссылку для скачивания вам тоже вышлют. Так. Ну вот, по вопросам. Пока вопросов я не вижу. Ну, давайте еще минуточку я подожду. По отпечаткам. Смотрите, это есть методика отпечатки страха. Здесь мы клиенту предлагаем нарисовать сначала наш страх, да, а потом, ну это я кратко еще раз повторюсь, потом отпечатывать его на листах. Так, соответственно, у нас степень выраженности краски будет у нас уменьшаться, да. И, соответственно, здесь как бы мы стираем наш страх такими отпечатками. Ну, наверное, я передам слово, Павел Юрьевич, наверное, передаю слово вам для завершения вебинара. Ну, а мне хотелось бы сказать большое спасибо, так как вы слушали меня. Ольга, я вижу, в конце чата еще есть вопросы для вас. Так, минутку. Так, ну здесь как скачать. Перемотайте в конец, там появилось несколько вопросов. Нет, у нас, естественно, вот, смотрю, сейчас минутку, убегает просто чат. Все ли четыре этапа должны пройти за один сеанс? Естественно, нет. Первый сеанс у нас может быть только как бы подготовка, да, и, соответственно, потом мы переходим непосредственно к арт-терапии. У нас за один сеанс вы просто физически, ну, не сможете по большей части провести тот или иной метод арт-терапии. Если же у нас уже все подготовлено, то тогда да. Да, но все четыре этапа у нас не пройдут. Так, сейчас еще посмотрю, отмотаю. Смотрите, для дошкольного возраста какие виды арт-терапии? Так, сейчас минутку. Ну, мы можем применять, как я уже говорила, да, рисование на песке, рисование песком, пальчиковое рисование очень сильно любят дети, потому что у них еще не закрепились мышцы на руке, да, они еще не совсем хорошо держат кисточку. За счет этого мы предлагаем рисование пальчиками, рисование ладошками, рисование руками, да. Это мы можем, опять же, тоже применять и с дошкольниками. Так, ну, по поводу авторов могу сказать честно, вот прям конкретно не готова, каких авторов рекомендуют для отработки арт-терапевтических техник. На данный момент не готова по авторам ответить, прошу прощения. Так, сейчас минутку вернусь теперь вниз. Получается ли у детей с ОВЗ анализировать свои рисунки? Смотрите, какой момент. Уже более пяти лет я работаю с детьми с ОВЗ. Опять же, смотря какая степень нарушения, смотря какая степень, если это у нас умственная осталость, опять же, смотря какая степень умственной осталости у этих детей. Если это просто ребенок ОВЗ, которому требуются определенные условия, но при этом у него интеллект норма, то, естественно, почему нет, он, да, может анализировать свои рисунки. Здесь у нас все зависит от того момента, насколько у нас затронут интеллект. Ну, по-моему, на все я вопросы ответила. Ну, давайте я буду смотреть, если что, я буду уже тогда отвечать на вопросы непосредственно в чате с вами. Да, хорошо, конечно, Ольга, огромное спасибо за проведенный сегодняшний вебинар. На остальные вопросы отвечайте в чате, а я постараюсь ответить на те вопросы, которые заданы мне. Тут вопрос, можно ссылку на презентацию. Презентацию можно скачать прямо отсюда. Давайте я нарисую, что делать. Посмотрите вот сюда примерно. Здесь вы видите несколько кнопок. Одна из кнопок в виде серой папки. Нажмите на эту кнопку, у вас вывалится окошко, которое называется ресурсы. И в этом окошке будет одна единственная строка названия сегодняшней презентации. Пожалуйста, нажмите только не на эту строку, а на зеленый значок слева от названия презентации. Тогда откроется окно для скачивания презентации. Скачивание презентации лучше всего, конечно, проводить на большом компьютере. С гаджета это делать не всегда удается. Марина Мухамеджанова спрашивает, можно ли сертификат оплатить через квитанцию через банк. Насколько я знаю, да, у нас подключена система Яндекс.Касса. Яндекс.Касса позволяет агрегатор, который позволяет многими различными способами оплатить данное действие. Так что думаю, что да. Я просто точно не помню все агрегируемые возможности оплаты. Там достаточно много возможностей. Любовь Анатольевна, видимо, в сертификате находится только то, что вы сами вводили при регистрации. Если есть какая-то проблема, обратитесь ко мне на почту. Давайте я свою почту. Я в базе подправлю. Для всех остальных я хотел бы отметить, пожалуйста, относитесь внимательно к заполнению блока регистрации на вебинар. Именно эти данные попадут к вам в сертификат. Сертификат доступен бесконечное время. То есть его можно приобрести хоть сейчас, хоть через месяц, хоть через год. Ну что ж, я тоже буду заканчивать потихонечку. И еще одно обращение к тем, кто смотрит наш вебинар в записи, кто будет смотреть наш вебинар в записи. Сейчас я говорю это, разумеется, в режиме прямого времени, прямого проведения. Пожалуйста, поставьте лайк или, если хотите, дизлайк нашей записи вебинаров. Чем больше вы поставите значков, тем больше народа, в конце концов, посмотрит данную запись. А нам это важно для того, чтобы наш канал продвигался. Спасибо большое. Всем до свидания. До новых встреч в директоре.